Сегодня у вас был в Берлине такой очень сложный и простой матч. Все-таки проигрывали в третьем сете и все-таки удалось выиграть. За счет чего, как вы думаете? Ну, у меня была травма. Два месяца назад я сломала ногу и я пропустила очень много турниров. И, наконец-то, я приехала сюда, в Германию, на первую категорию. Для меня был очень принципиальный матч. Ну, каждый матч на этом турнире для меня очень принципиальный, потому что мне бы хотелось набрать сейчас рейтинг и очков перед большими шлемами. с двумя оставшимися, вот, и сыграть там в основе и хорошо сыграть. Скажите о себе, за сколько это вообще вы играете в теннис? Когда начали, с кем тренируетесь? 12 лет играю в теннис. У нас 5 лет начала. Тренируюсь у Кликовской Евгении Борисовны на Спартаке в Москве, в России. Тренируюсь 1-2 раза в день, 6 дней в неделю. Вот. И... Мне кажется, что Куликовская такая тренер, которая очень много времени внимания уделяет, как бы, технике, тактике, вот, как вы это ощущаете? Да, то есть все тренировки практически, которые у меня с Евгением Борисовны, это корзины. Она кидает мне корзину на технику, вот. Ну, мы тренируемся по одному, по два человека с ними на корзину. А кто еще в вашей тренировочной группе, с кем вы вместе занимаетесь? С Леной Рыбакиной, с Аминой Анчбой, и еще есть мальчики 2000-го года, Данилов, Саварьян, и, в общем, у нас большая очень группа, но просто не... Я не со всеми тренируюсь, так, знаете, за этой группой. Амина в прошлом году выиграла этот турнир в Берлине? Да. Вот, насколько вы считаете, вот, сколько реально для вас, вот, как минимум, там, полуфинал выйти в финал? Ну, посмотрим, я не могу так сказать. Это нужно со стороны смотреть. Ну, вчера, как бы, сетка немножко освободилась, скажем сказать, первые вторые ракетки проиграли в первом же круге. Для вас это немножко неожиданно? Нет, я не считаю, что это неожиданность какая-то, потому что, ну, на первых категориях играют все, и девочки из квала, они тоже очень, очень хорошо играют, и тут каждый может каждого обыграть. Так что ничего удивительного. Ну, а у вас есть какая-то любимая теннисийская вообще в туре? Чьей стиль игры вам нравится? Маше Шарапова мне очень нравится. А чем? Тем, что она боец, у нее характер железный. Вот, мне она очень нравится. А в плане тактики, вот, практических ходов, кто нравится? Ну, так сказать, я сама не сильно разбираюсь в тактических ходах, поэтому... Ну, а чьей стиль игры еще нравится, кроме Шарапова? Кого интересно смотреть? Ну, интересно смотреть, конечно, больше мужчин. Мне Вавренко очень нравится, ну, и Федора, конечно. А чем вот игра нравится? Чем запоминается их матч? Ну, во-первых, у них розыгрыши длинные, красивые, там, очень комбинационные. Вот. Ну, то есть, нет такой такой долбежки, как у большинства сейчас. Ну, то есть, они не переходят тупо на силовой теннис, они все-таки стараются просто ларьировать и другие. Ну, это круто. А вот вы начали сами эту тему, что теннис стал очень силовым. Вот ваше мнение, это как бы хорошо или не столько? Это плохо, конечно же, я считаю. Поэтому начинают замедлять покрытие, чтобы, ну, то есть, это же вообще, ну, как бы, теннис – это же шоу. Это шоу приходит посмотреть люди. И, конечно, интереснее, когда оно затяжное и когда, ну, матчи идут дольше. Поэтому я стараюсь делать медленнее покрытие и, ну, все для этого. Поэтому я считаю плохо, что теннис становится таким силовым видом спорта. Ну, а вам вот в каком стиле хочется играть? Не могу сказать. Я… ну, я достаточно спокойно себя в любом стиле чувствую. А покрытие, вот сейчас вы играете на грунтовом покрытии, вообще, на каком покрытие чувствует себя лучше всего? Не очень люблю грунт. Больше всего мне нравится террафлекс, конечно. Но очень мало турниров проводить на драфлекции. Буквально 2-3 турнира за год. И это, конечно, за турниры закрыты, ну, на закрытом помещении. А вот на грунте как вы ощущаете, что вот с каждым стилом прибавляется на грунте тоже? Сложно сказать. Ну, а чем вам грунт, вот, мне нравится, скажем так? Какие качества? Ну, плюс отскоки кривые практически везде. Какой бы замечательный ни был грунт, все равно он будет кривым. Вот. Отскоки кривые, от этого точки удара все время смещаются. Ну, и не всегда получается ударить так, как ты изначально планировал. Это, ну, ну, это неприятно, особенно, когда важный какой-то счет, важный момент в матче, и это может очень помешать. То есть не все зависит от тебя на таком покрытии. У вас сегодня тоже после окончания матча такой произошел момент, несколько необычный, скажем, для тенниса, что вот вы так обнялись, дружественно, можно сказать, с вашей соперницей. И вы даже рассказали, что вы как бы не особо с ней знакомы, в принципе. Да, мы с ней не общаемся, то есть я ее много раз видела на турнирах, мы просто здороваемся с ней, ну, так, друг другу улыбаемся, но мы не подруги и даже не какие-то хорошие знакомые, просто, ну, я знаю, что она не плохой человек, но я тоже, наверное, не очень плохой человек, и вот мы так с ней даже поболтали немножко после матча. И она даже, по-моему, по-русски вас поздравила, нет? Да, я ее по турецки, ну, сказала ей спасибо за матч, по турецки.